Боевики запрещенного в России правого сектора замахнулись на Украине на святое. В преддверии одного из важных для всех православных праздников они захватили церковь, прихожан избили. Теперь храм, который относится к московскому патриархату, под охраной людей в масках. За последнее время это далеко не первый случай. Юлия Ольховская продолжит. Эмоции на пределе. Прихожане пытаются пробиться к храму, который окружили люди в балаклавах и камуфляжной форме с нашивками, запрещенный в России экстремистской организацией правый сектор. Все происходит в поселке Константиновка, Тернопольской области. Милиция, как обычно, в конфликтах с участием радикалов, бездействует. В итоге все заканчивается потасовкой. В Украинской православной церкви московского патриархата это назвали рейдерским захватом храма. И особенно священнослужителей возмущает тот факт, что произвол радикалов происходил при содействии представителей областной администрации. А позже им начали помогать и сотрудники правоохранительных органов. Заблокировали вход в церковь. К сожалению, им преградили путь не только сторонники так называемого Киевского патриархата, но и милиция, и правый сектор, и даже были представители, как нам говорят, батальона Тернополь. В результате вот такой потасовки 15 человек было избито, причем двое из них до сих пор находятся в больнице с тяжелыми такими увечьями. По словам владыки Антония, пострадавшие не видят смысла, да и боятся обращаться в милицию, поскольку теперь им угрожают националисты из права сектора. Ходят по домам, бьют стекла. Митрополит Киевский Ануфрий написал письмо президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию в Тернопольской области и не допустить подобного в других украинских регионах. В письме к Порошенко блаженнейший владыка подчеркнул недопустимость силовых методов решения религиозных конфликтов, а также участие в этих конфликтах радикальных сил. По данным представителей Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата только за последний год на Украине радикалами было захвачено около 30 храмов, в основном на Западе. Их передают в пользование священникам Киевского Патриархата. Так было и в селе Колосово, даже несмотря на то, что прихожане Московского Патриархата защитили свое право на храм в суде. А это видео снято в одном из парков в самом центре Киева. Священник Киевского Патриархата при поддержке людей в камуфляжной форме требует демонтировать стойку с иконами. К ним никаких претензий, просто рядом были замечены прихожане Московского Патриархата. Вы украинец? Да. А что вы делаете в Московском Патриархате? Вы предатель Украины. Ты меня называешь? Может, это ты предатель Украины? Я украинский священник. Сразу напали на деда. Я плохо разбираюсь. Вы каетесь и выходите из сатанинской структуры. Какой? Московский Патриархат. Все эти неадекватные действия, они не вкладываются ни в какое разумное начало. То, что происходит. Это полный беспредел. И более того, из-под воли этому способствует власть. Захваты храмов Украинской Православной Церкви и Московского Патриархата начались практически сразу после Майдана. Радикалы угрожали священникам, обвиняли их в связях с антимайдановцами. Прокуратура на основе этих обвинений возбуждала уголовные дела. Многие служители церкви, опасаясь за безопасность, свою и членов семьи покинули Украину. По словам представителей церкви, о давлении на священников и рейдерских захватах храмов Московского Патриархата не раз сообщали и украинскому президенту, и премьеру. Но реакции пока никакой нет. Юлия Ольховская, Дмитрий Синицын и Наталья Литовко. Первый канал. Украина.